А что вы не работаете, что ли, полиция? Работает, что вы хотите. Ну так, а что вы, люди? А что вы гражданам не даете зайти? А что вы хотите? Причина, причина, причина. Ну скажите, никуда законоприем. В райотдел, до начальника отдела я иду. Хорошо, сейчас я выйду, заберу. Хорошо. Он может сам зайти, что ему хотят? Да, что это такое? Я не понял. Извините, вы хлопки создаете на полицию? Ну что страшно? Я не понял. По свечению. По свечению. По свечению. Ну вот это самое, они уже проходят. Сержант полиции Почторенко Евгенгевич. Вы выполняете чей-то наказ? Да, мне сказали, что закричь. Кто сказал? Кто дал такой наказ? Черговый? Черговый выйдет, представится вам. Это государственное то самое. До какого? До какого? До какого действительно? Ну я показал вам, я не могу, у меня где-то струк. Я не могу. Так у меня не надо здесь, у вас здесь струк показать, там, до какого числа надеяться? До какого? До какого числа надеяться? Вы ошибаетесь, там, по-моему, не 17. Там, я працюю 4 года, они там выдаются на 6 лет. Может быть, мне напрягаться, но все равно зайдем. Ну, добре зайдете тогда, ну... Так вы чему не толкаете? Я не могу не напрягаться. Я взагалі не напрягаюсь. А вы че не напрягаете? Нет. А че вы туда хотите зайти? На прием. Я хочу заснять работу с правоохранительных органов. Нечего заснимать. Я не имею права. Не имеете права. А че? А че там режимное помещение? Какое норма законна? Это режимное помещение. Там хранится оружие, там хранятся полные дела. А громадянин, че, не можуть прийти заяву написать? Заяву идите пишите. Так а че? Че такое? Идем заяву. Че это такое? Люди хочат... Проходите заяву идите. Так я крути, я ж закрываю двое. Основание. 24-я статья. Я еще раз вам говорю. 24-я статья. Вы нарушаете мои пробы. Какие заразируются на архитектурных сплащинах? Герман Леонидович, вы нас будете принимать или нет? А почему вы с ней? Написано 24-я статья. Я как журналист имею право зайти. Зайти и снимать. Да кто вам это сказал? Вы читаете. Закон Украины. Куда вы можете зайти? Вы можете прочитать. Куда вы можете зайти? Я говорю, вы куда можете родить? Вы норму достоинства знаете? Вы нарушаете? Вы будете общаться или нет? Я уже общался. Я сидел вас ждал. С 10 до 12 часов. С кем я разговариваю? С начальником милиции. С начальником милиции. С начальником милиции. С камерами. С камерами. Не паспортные. Что вы сделали? Остановили вы стройку. Так я должен все время под вас подстраиваться. У меня есть часы приема. Сейчас я еду в главу. Видите? Я еду в главу. Как вам люди пришли? Вы уже этим в голову? То есть то, что люди собрались, вам все равно, да? Да вы ж в прошлый раз собирались. Вы ничего не сделали. В связи с законом полиции, вы должны припинять правопорушение. Если вы сейчас видите на память археологии национального значения, вы, в связи с законом, должны припинить правопорушение. В связи с законом полиции, мы должны припинить правопорушение. Правопорушение? Припиняйте правопорушение, критинальное. У нас расследуется ЕРДР. Нема никаких дозволей. Нема. Какаясь громадская организация, Андреевская пейзажная инициатива, яка должна иметь дозволей. Не мающих дозволей. Припиняйте цей вандализм. Я вам еще раз скажу. Громадские активисты мают право вернуться до вас. И вы должны припинить вандализм, который сейчас делится. Мы проводим расследование, мы стримаем документы. Да не надо кричать здесь сейчас. Что не надо, не требуется. Но мы же вам объяснили, вы же были у меня в кабинете. Уже не мая, просто сли, уже треба кричать. Ну покричите тогда. Вы остановили там строительные работы. Я вам еще раз говорю. Истребована документация. Проводится расследование в рамках действующего ЕРДР. Вам все это объяснили начальник следствия. А вы видели документацию? Я еще раз вам говорю. Документация, не мая, не мая паспорт обудимейство. Что-то закрыть, что-то припинить, может, згидно постанову суду. А правопорушение? А вы тут договор с... Згидно закону, нового закону, глава полиции. Мы меня ограбили, вы это самое... Вы заяву написали? Да, да, написал. Я все заяву написал. Это вы не расследуете по вашему приказу. Згидно закону полиции, вы должны припинить правопорушение. Это ваша права. Препиняйте правопорушение. Препиняйте правопорушение. Препиняйте правопорушение. Препиняйте правопорушение. И мы активисты вымагаем. Давайте... Вы юристом не надо быть. Давайте своим следующим. Хай прозапиняйте будьявленные работы. Мы сейчас совершаем правопорушение. А каким образом? Вы нарушаете работу управления. Ну так я так считаю все. По вашему мнению... Вы скажите, вы гражданинная Украина, да? Так вот Конституция 66 Украина, она обязывает каждого гражданину защищать исторические ценности. Вы их не защищаете. Вы их не защищаете. Вы их не защищаете. Вы их не защищаете. Дайте распоряжение. Чтобы запинили. Это правовая база. Все. Все. Все равно, что до вас пришли в квартиру, начали будивництво. И вы никакие действия не делаете. Препиняйте, будь ласка, цей вандализм, который дается сейчас на Киеве. Препиняйте, будь ласка, правопоруси. Вы понимаете, пожалуйста, правопорусси. Вы нас минулого раза вдурили. Вы нас просто вдурили. Минулого раза вы нас вдурили. Потому что вдурили. Потому что, когда мы были дарить, это еще группа, она не играла. Мы вызывали посту два. Да, материалы. Мы сами вызывали посту два. Да. Там нет паспорта, там нет дозвольных документов. Згідно закону про охорону культурной спадщины, эта организация должна разработать. Немає. Вы должны прекратить злочин. Ниже закону полиции, вы должны прекратить злочин. Я не думаю так. Так написано в законе полиции. Новый закон. Вы полиции, прекратите злочин. Вы прекратите злочин. Вы же прокурите людей. А тут раскапливают гости. Где ваши исследования? Вот, начальник, хочу вам все вопросы ответить. Звиты рвут. Как полный рост, полковник полиции, Присопа, Герман Медведович, убегает от украинского дорога. Немає паспорта, будем искать. Немає дозвища. Я знаю, немає чиновских днень. Через мої наполягання, коли цели... Не, не, не. Вы, з'ївно, статей... Вы, з'ївно, статей 214 повинен прорезь в 24 годину прорезь. Мы вас прослядим, что вы убежали из Борловки и убежите из Киева. Я вам говорю, если вы не приедете, вы не грядете. Ну собирайтесь, заварите, что происходит. Приглашайте, приглашайте, а мы давно убегаем. Немного паспорта, нет других деклараций, а что можно спрятать? Есть закон. Вернулись заправки, о реанимизации. Послушайте, первое положение, паспорта нет. Паспорт тут будет низко, дорогим будет низко в вашей парке. Вы прямо записываете. Вы закрываете всю... Паспорт, паспорт на будильник. Я в прошлый раз с вами беседовал. Паспорт, паспорт, паспорт. На будильник сработает. Паспорт есть на будильник? Нет, нет, нет. Если вы втроем тут пошли в народу Украины, то надо обобщать. Я вам сказал, мы сейчас собираем материалы по этому права. Потому что те предприятия, которые проводят там работу, у них есть определенная документация. Они предоставляют. Сейчас мы это все следствуем. Все это выясняем. Это начальник следствия. Это все вертал. Приступ вышел, убегает, не хочет нас принимать. Я убегаю. Ну короче, по боку пускают. Все это у них внесено. Еле остановили на улице, да. Еле остановили и можем держать, чтобы он далечом. Мы в прошлый раз все... То есть, на ваш взгляд, работы проводятся необычные. Я еще это не выяснил, так как расследование не закончено. И я им давал разрешение на проведение этих работ. Но есть наша думка громады, что это не законно. Поэтому мы выдали заяву. Решение суду, чтобы прекратить эти ремонтные работы, еще нет. Когда вы подастесь вопрос о накладке? Они же копают там. А решений нет. Они же все поломают там. Там же кости наших предков. Славяк. Украина. Я не могу сказать. Я не пить. Я наберу Шевченко. Шевченко спирает. Вы как на мескали, пожалуйста. Есть документы, которые вы говорите. Клибо они не вызывают у вас подозрение, что это... Все проводится следствие. И только после завершения следствия будет все это съясовано. Вы знаете, я уверен, что следствие съясует, что все документы зарегистрированы, что все в порядке. Если у вас такая думка, есть прокуратура, которая следит за этими вопросами. Я уверен, что вы выясните, что все в порядке, потому что действительно все документы правильные, но они не справедливые. Они позволяют рить в историческом центре, понимаете? Мы, как правоохранные органы, должны действовать только в рамках закону. А вам не кажется, что ваша деятельность в рамках закону фактически приводит к тому, что полицию считают беззубой, бездарной и никчемной? Оскільки полиция признает сфальшованными документами. Если вы, как журналисты, проводите эту мысль в массы, так не надо быть журналистом. Давайте, на вашу думку, я вам скажу. Есть представитель, за кем мы договорились, что они при нас прибудут, и те документы, которые нам дали... У вас это чистейшая операция, ничего не подъявлено. Мы договорились с вами, что прийде инициативная группа, правильно? Вы добавляли, что выйдет следовательная группа, никто прийде инициативная группа. Мы, в прошлый раз, после того, как позвонили на 102, после того, как позвонили на 102... ...и вам все по полочкам разложили, правильно? Скажите, пожалуйста... Нет, я еще раз вам говорю. Вы с собой не привели юриста, которому можно это все... Дайте, ребята, вы же вот это интервью и мы... Все это объяснить, чтобы было это все понятно. Брать на храпом тут все это... Я, как гражданин, я полностью, может быть, вас поддерживаю, но я должен, как руководитель, чем-то мотивировать. Должна быть правовая какая-то база. Скажите, а чим мотивована то, что вы сейчас говорите російською? Вы давно из России приехали? Я приехал из Донбаса. И что? Я могу разговаривать с моим украинской мовой. Прекрасно. Для держслужбовцев это очень важно. Скажите, пожалуйста, из вашей точки зрения, люди, которых набрали в полицию, профессиональные? Профессиональные. Ну, и то... Можете охарактеризовать? Мы раскрываем злочин. А почему, на вашу думку, эти люди тут зібрались? Им кажется, что они все-таки непрофессиональные. Ну, потому что, если бы полиция работала профессионально, то не было бы жидких протестов там и так далее. Чи протести завжди были? Каждое дело должно выглядеть отдельно. Не надо вообще все хаять. Я понял. Вы понял? Да. По этой справе мы говорили, минулый понедельник, с теми симпатичными девчатами, которые имеют свои конкретные мечты. Какие церкви? У нее вопрос не только про десятки. Десятинка, десятинка. Ну, мне там еще нет вопросов. Долгухина 43. Речная 4. Саганского 111. Когда вы мне доверяете...